Привет, друзья! На улице морозище, но светит яркое солнышко и, слава богу, нет ветра. Так что можно будет сходить. Я же собиралась идти в магазин, что-нибудь купить в подарок своему незнакомому другу или подруге. И что я не сделала? Не заклеила сапоги. Вернее, я вчера их поздно вечером заклеила всё-таки. Смотрите, поставила стул сверху. Ну, тут такая площадь большая, поэтому у меня тут, чтобы поставить стул, места не хватило. Так что сейчас посмотрим, что там происходит. Короче, ничего не происходит, ничего толком не приклеилось. То ли вес маленький, ну, вернее, как, смотрите. Вот здесь вот вроде взялось вот отсюда, вот отсюда было разорвано. Поэтому ножка стояла здесь, потом я переставила сюда. Сейчас на край переставила, не знаю. Всё равно как-то плохо прижалась. Ну, пускай ещё стоит пока прижатая. А я пойду пока поутюжу. Поставила стул обратно, ещё бутылку с водой положила. Не знаю, даст это что-то, не даст. Насколько это хватит. Но вчера-то я ходила и в дырявом даже. Ну, потому что воды нету, ничего туда не попадает. Многие не холодно, оно не чувствуется. И эта дырка особо не видна, когда ты стоишь на сапоге. Кто это идёт? Кто это идёт? Девочка моя идёт. Куда ты, девочка моя, собралась? Куда собралась моя девочка красивая? Пошли утюжить. Пойдём? Пойдём утюжить. Будешь помогать? Да. Это моя помогалкина. Идём, 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 идём. Или ты кушать пойдёшь? Не, кушать не хочешь? Не, не хочет. Ну, я тут сегодня, ой, изобилие. Паштетик у неё там, мяско. Всякие вкусняшки. Всякие вкусняшки. Я уже притащила в водильную доску. У меня не сильно много утюжки. Сейчас быстро раз-раз-раз поутюжу. И всё. И хватит уже гулять. Пора браться за работу. Праздники закончились. Ну что, всё. Владилку собрала. Всё, порядочек. Можно ещё попылесосить. И осталось сложить всё в шкаф. Хорошо, когда утюжки немного. Раз-раз-раз. Всё быстро приутюжил. Быстро сложил. И порядок. Зато стирки у меня сколько. Стали бы вы просто хоры. Потому что сейчас не хочу стирать. Большой мороз. Быстро заполнится канализация. Потом проблема. Выкачать, короче. Дурдом ромашка. Так что как-то так. Сейчас быстренько сложу и пойду пить чаёк. Ну что, всё поскладывала. Асенька моя легла на пледик спать. Это, смотрите, какая сейчас закоцанная. Уже колтуны появились. Не даёт их ни расчесать, ни разобрать. Не знаю, скоро придётся отрезать, наверное, опять. А так она же обросла. Такая пушистая стала. Видите, какая красивенькая. Ну и зайка моя. Спит как сурок целый день. А потом ночью будет по мне ходить туда-сюда. Не давать мне спать бандитка эта. Ну что, сапог мой никак не клеится. Не знаю я. Почему не приклеивается такое место. Короче говоря... Ой, паршивая. Опа. Вон, видите. Дырка и дырка. Клей засох как-то. Не знаю я. Не хочет тут ничего клеиться. Или клея мало. Или что тут было. Короче, не знаю. Не знаю я. То есть надо срочно покупать башмаки. Ну ничего. Вот здесь вот как-то приклеилось. Потому что, наверное... Ай, неа. Тоже не приклеилось ничего. Видите? Ничего не приклеилось. Не знаю. Так что идти, наверное, никуда не пойду сегодня. Потому что не в чем. Это какой-то ужас. Гляньте, какой у меня лук урос. Посмотрите, какая... Какая огромная длинная луковица. Обалдеть просто. Как хорошо. На улице морозище. А у тебя на окошке рай. Посмотрите. Бегония. Я ее тоже подстригала. Видите? Уже опять начала цвести. Обрастать розмаринчик. Лаванда. Пахучая. Та бегония. Вон тоже в конце. Видите, как обросла. Я ее обрезала прямо до земли. Красота. Анка таранта секретет. Видите? На улице яркое-яркое солнце. Аж капает с крыши на солнце. Но морозище. Знаете почему? Вроде мороз-то спал чуть-чуть. Но ветер, ветер, ветер стал появился. Поэтому очень такой морозит-морозит. Я выходила на улицу семечки птичкам сыпать. И морозит, короче, жутко. Пойдем еще глянем, куда на мой декабрист. Как он там тетет. Там холодно. Да, тетет. Хоть и холодно ему, то бедному. Ой, холодная эта комната у меня. Я не знаю. Такая холодная, что вообще. Красавец мой. А этот самый бальзамин не очень-то хочет свести. По одному цветочку и все. Отвалится. Ну вот тут уже завязалось побольше бутонов. Видите? Солнышко появилось. Глядишь, скоро нацветет тоже красиво. О, эта ветка на нее лег. Он декабрист. Вот здесь тоже уже, видите, бутончики. Красота, да? Когда мороз, холодно. А у тебя тут цветочный рай. А здесь что у нас тоже? А-а-а, цветочек. Вау, цветочек. Вау, цветочек. Видите? Какая красота. Цветочек. Так, ну что, елку в этом году я когда буду разбирать? Ну еще крещение и старый Новый год. Тогда уже буду разбирать. А то она у меня целый год простояла. Только без игрушек. Правда, игрушки я убрала, сняла. Она у меня здесь и стояла. Вот такая у меня здесь красота. А, кстати, вот Люда показывала своего Деда Мороза. Она его покрасила водоэмульсионной краской. Но у меня нет белой краски водоэмульсионной. Если покупать, надо покупать целую банку. Она мне нужна для чего? Не знаю. Чтобы покрасить. А у нее были какие-то остатки от ремонта, наверное, остались. И она взяла и покрасила. И очень даже беленький Дед Мороз. Так что надо и мне так будет сделать. Может, в баллончиках продается какая. Даже не знаю. Напишите, кто знает, продается какая-нибудь краска в баллончиках. Типа водоэмульсионки. Ой, водоэмульсионка. Она не вонючая. Как-то так. Смотрите, на столе все конфеты из подарков. Из подарков с забора. Все конфеты здесь сложены. А, только вон шоколадки лежат. Вот там, в красной коробочке. А это все лежит здесь. Ну так боюсь же есть. Понаписывали, что меня тут порчу. На меня хотят нагнать. Поэтому не ем. Не ем. Поэтому никакие подарки. Конфеты. Даже не знаю. А, сегодня кто-то сказал, надо свинцовой водой брыскать. И тогда можно есть. Смотрите. Орхидейка моя, что была маленькая почечка. Я заподозрила, что это будет цветок. И точно, видите? Вон, какая уже ветка выросла. И как быстро выросла. Ой, красота какая. Не знаю. Напишите, кто-нибудь сажал орхидеи, чтобы была открыта была корневая система. Просто вот такой стеклянный горшок. Без этих всяких пары. Не знаю, я недавно видела видео. И так красиво видно сразу, что когда корни надо замачивать. Когда что. А тут смотришь, вроде там корни еще такие вот зеленые, толстые. Ну, то есть еще как бы не пора. Но я раз в неделю. А тут вот наверху, которые, они какие-то как подсохшие. Непонятно. Это все-то плохо растет. Видите, листья один вылез. И растет очень медленно. Хотя корни наросли. Видите, на просвете вон корни какие. Тоже было совсем пару корешков. Надо, наверное, опять разобрать это все и посмотреть, что там творится. Непонятно. Ничего не понятно. Посмотрите, мой малыш перебазировался уже на окошко. А я никуда не перебазировалась. Хотела выйти погулять хотя бы по району по своему. Ну, чтобы просто походить в старых этих самых ботинках. Но не получилось. Вышла на улицу. Чуть-чуть по двору прошлась туда-сюда. И опять пошла кровь с носа. Не знаю, что это. Может, от большого мороза сосуд лопается. Хорошо, что не на куртку. Короче, все. Пришла домой, вернулась. Еле-еле остановила кровь. Ой, это какие-то непонятки. Второй раз подряд. Ну, в смысле, позавчера. Нет, позавчера. Вот, не помню. В общем, короче, странное какое-то состояние. Сосуд такой слабый стал. Или что? Ничего не делала. Нос не трогала, не смыркалась. Ничего не стало. Ничего не всего. Бах. И кровь. Уже второй раз. Странно. Давно у меня уже кровь с носа не шла от этого. Так что такие вот дела, друзья. Поэтому на сегодня все. Вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!